С нового учебного года в стране повсеместно внедряется реализация поручения президента, в рамках которого уже с 1 сентября для более полутора миллионов учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов, независимо от социального статуса, будет организовано бесплатное питание. О том, как на сегодня ведется реализация поручения главы государства в образовательных учреждениях Тады Кургана, выясняла моя коллега Эльвира Ликерова. В IT-школе-лицей номер 28 имени Кужабая-Касымова около 1200 учащихся бесплатно получают горячее питание. Школьная столовая в образовательном учреждении просторная. В помещении одновременно могут принимать пищу 400 учащихся. Так, при двусменной системе обучения организовано шестиразовое питание детей. Каждый класс приходит в столовую в установленное для них время. Сначала они моют руки, затем садятся за столы. У каждого ученика есть свое обозначенное место. Помимо учащихся начального звена, горячим питанием из фонда всеобуча обеспечены 109 школьников с 5 по 11 классы из социально уязвимых слоев населения. Меню обязательного горячего питания утверждено в соответствии с рекомендациями Академии казахстанского питания, а также согласовано с местным отделом образования. Для проверки качества приготовленных блюд и соблюдения санитарных норм создана специальная брокеражная комиссия. В ее состав входят директор школы, члены родительского комитета, медсестра и общественные активисты. Один раз в месяц они проводят плановый осмотр, а также могут наведаться в школьную столовую с внезапной проверкой в любое время. По городу Талдыкурган горячим питанием мы обеспечим три школы. Это 28-я, 27-я и 1-я. У нас работают 20 человек. Это три повара, два пекаря, диетолог и остальные кухрабочие. Делаем свою работу качественно и своевременно. Готовим только полезные и витаминизированные блюда. В этой сфере мы уже 20 лет работаем. В начале года мы провели мониторинг общеобразовательных учреждений области. В 19 школах открыты буфеты. Выяснилось, что в 49 школах нет столовых. Для них организована доставка горячего питания. Для этих целей из бюджета выделены денежные средства в размере 1 миллиарда 700 миллионов тенге. Всего в области ЖТСУ насчитывается 339 школ. Количество учащихся начального звена составляет 52 тысячи человек. 11 тысяч из них – дети из семей, относящихся к социально уязвимой категории населения. Эльвира Ликерова, Юрнур Медиа, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган.